Здравствуйте! Как всегда в это время по вторникам в эфире телерадио компания Щелкова программа «Диалог». С вами я и ее ведущий Сергей Дадыко. Напоминаю, что программа наша идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 496, это код города, 567-1440 и 567-1450. И задавать свои вопросы моему сегодняшнему гостю. А в гостях у меня сегодня заместитель Щелковского городского прокурора Александр Семин. Добрый вечер, Александр Сергеевич. Я сразу для наших зрителей обозначу основные темы, о которых мы сегодня будем говорить. Это первая, наверное, такая наиболее важная или, скорее сказать, наболевшая. Это защита прав граждан в сфере ЖКХ. Вторая тема основная – это защита прав предпринимателей в экономической сфере. И, наконец, третья тема – это защита трудовых прав граждан при трудоустройстве и, соответственно, во время процесса общения с работодателем. Я знаю, Александр Сергеевич, что прежде чем мы перейдем к этим вопросам, вы хотели сделать очень важное заявление, объявление. Спасибо. Небольшое объявление. Для жителей, планирующих пройти обучение и стать специалистами, для органов прокуратуры Московской области, а также для их родителей. В городской прокуратуре организована работа по отбору кадров и кандидатов в абитуриенты для направления их на учебу в институт Кутафино. ГЮА – Санкт-Петербургский юридический институт филиал Университета прокуратуры Российской Федерации и на юридический факультет Университета прокуратуры Российской Федерации. С этой целью информирую, что желающие поступать в указанное учебное заведение по целевым направлениям прокуратуры Московской области могут обратиться в Щелковскую городскую прокуратуру для рассмотрения вопроса об участии в конкурсном отборе. Кандидаты в абитуриенты должны соответствовать требованиям, которые изложены в статье 40.1 Федерального закона о прокуратуре Российской Федерации, обладать отличной и хорошей общеобразовательной подготовкой, высокими моральными качествами, желанием работать в органах прокуратуры и быть способными по состоянию здоровья осуществлять прокурорскую деятельность. Требований там достаточно много, поэтому подробности о требованиях, которые мы предъявляем к участникам в конкурсном отборе и порядке его проведения, любой желающий может узнать в Щелковской городской прокуратуре. Профессиональный психологический отбор кандидатов, поступающих в учебные заведения на учебу в порядке целевой подготовки, будет проводиться до 14 июня текущего года. Если можно, вот одно условие, наверное, стоит озвучить, это возраст с каких и до каких? Это лица, которые поступают, закончили школу и планируют поступать в университет, соответственно, у них закончилась общеобразовательная программа, закончили там они 11 классов, получили аттестат и, соответственно, могут, если соответствует требованиям, обратиться. Мы проведем собеседование, прокурор, в общем-то, мы готовим, все документы смотрим, прокурор проводит собеседование и уже по итогам можем рекомендовать на участие в конкурсе. Собирает дальнейший пакет документов, достаточно объемный, и по согласованию с отделом, с управлением кадров прокуратуры области принимается решение об участии в конкурсе на отбор кандидатов. И по целевым направлениям, возможно, уже обучение. Ну, а если, скажем, человек, ну, так, постарше немного, да, уже где-то успел поработать, может быть, даже поучиться, в армии отслужить, и вот решил прийти в прокуратуру, ну, скажем, за 20 с небольшим. Вопрос, это же именно подготовка кадров и получение высшего образования, вот, поэтому, ну, я думаю, что это вот все решается уже по мере рассмотрения документов и принимается соответствующее решение. Ну, вот сейчас я предлагаю посмотреть видеосюжет, который мы снимали, когда проходило итоговое совещание в прокуратуре в конце января, буквально две с небольшим недели назад, основные вопросы там осветят, ну, а мы потом перейдем уже к тем, которые я обозначил в начале программы. Давайте посмотрим видеосюжет. В центре внимания прокуратуры социальные вопросы, борьба с преступностью, экологическая безопасность, защита субъектов малого и среднего бизнеса. На итоговом совещании в Щелковской городской прокуратуре были названы результаты и основные показатели работы. В минувшем году городской прокуратурой выявлено 2788 нарушение закона. Для их устранения поднимался весь комплекс мер прокурорского реагирования, качество которого удалось значительно улучшить. В дисциплинарном порядке в результате прокурорского вмешательства наказано 685 лиц, что составило 97% от числа внесенных представлений. 207 лиц разрешены к административной ответственности. Как отметил Сергей Рокетянский, ежегодно городская прокуратура снижает нагрузку на предпринимателей со стороны проверяющих и контролирующих органов. В то же время пожар в торговом центре в Кемерово подтолкнул прокурорских работников на проведение масштабных проверок социальных объектов. Результатом скоординированной работы прокуратуры и управления МВД за год число зарегистрированных преступлений сократилось почти на 5% при аналогичном общеобластном показателе. При этом удалось раскрыть на 12% больше преступлений. Выстроен план дальнейшей работы. Одно из направлений деятельности прокуратуры это анализ обращений по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. С этой целью в прокуратуре была открыта приемная, куда граждане могут обращаться за консультациями. Главное, как отметил Сергей Рокетянский, не допустить ухудшения жизни граждан. Как не допустить ухудшения жизни граждан, как сказал наш корреспондент, в сфере выполнения законодательства в жилищно-коммунальном хозяйстве? Сергей, вы знаете, такая достаточно обширная сфера, и если говорить о надзорных мероприятиях, проблем здесь безбрежное море. Те сигналы о нарушениях законодательства, которые к нам поступают, содействуют о том, что в различных совершенно направлениях есть недостатки в вопросах соблюдения законодательства. Я хотел бы сегодня поговорить о достаточно серьезной проблеме, которая затронула огромную часть населения Щелковского района. Мы поговорим о том, как организована наша деятельность. В общем-то, в соответствии с статьями 17 и 18 Федерального закона о прокуратуре Российской Федерации, Генеральный прокурор и прокурор Московской области издают приказы, указания, распоряжения, которыми четко регламентирован вопрос организации надзора в этой сфере. Основной приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 7 декабря 2007 года номер 195 об организации прокурорского надзора за исполнение законов с соблюдением прав человека и гражданина. Также конкретно в сфере жилищно-коммунального хозяйства приказ Генерального прокурора от 3 марта 2017 года номер 140 об организации прокурорского надзора за исполнение законов в жилищно-коммунальной сфере. И масса других организационно-распорядительных документов. В 2018 году в этой сфере мы рассмотрели 681 обращение граждан и организаций, из которых удовлетворили 67. Выявили 250 нарушений законодательства, 5 незаконных правовых актов, которые по результатам внесенных протестов были придены в соответствии с действующим законодательством. В этом году внесли 80 представлений об устранении нарушений законодательства в сфере ЖКХ, по результатам которых по инициативе прокурора к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 71 лицо. Должностным лицам объявлено 10 предостережений о недопустимости нарушения закона. В прокуратуре налажено рабочее взаимодействие с ключевыми органами государственной власти и местным самоуправлением. В данной сфере соответствующими их подразделениями госжилой инспекцией Московской области, администрациями городских округов, крупными поставщиками и производителями коммунальных ресурсов и другими государственными и муниципальными структурами. В ноябре 2018 года мы получили информацию о том, что самым крупным поставщиком отопления в районе в платежных документах жителей были выставлены долги прошлых периодов за ноябрь-декабрь 2015 года. Соответственно, в ноябре и декабре 2018 года это было сделано. То есть спустя три года. Это, в общем, практически три года. Большой срок. Да, практически три года. Ровно три года. В городскую прокуратуру поступили масса заявлений от отдельных граждан, а также и от должностных лиц органов местного самоуправления. Мы провели проверку уже в ноябре. Как показала она, сумма задолженности в платежных документах появилась по инициативе ООО «Теплоцентраль», которое дало соответствующее поручение ООО «Мособл ЕРЦ», являющимся у нас, так скажем, организацией, осуществляющей подготовку единого платежного документа и доставку жителям. Соответственно, агентам, выполняющим поручения принципала по агентскому договору. Соответственно, 11 с лишним тысяч лицевых счетов были таким образом обработаны, и в единые платежные документы включены долги прошлых лет. 11 тысяч, я просто помню эту историю, она и на районном совете депутатов рассматривалась, там, по-моему, называлась даже цифра 15 тысяч лицевых счетов. Мы берем сейчас вот этот вот период, перерасчеты делались в различные периоды, поэтому я освещаю вот эти результаты. То есть, как бы это ваша работа? Ноябрь-декабрь 2015 года, да. При этом общая сумма составила более 40 миллионов до начислений. Это было в виде приложения к агентскому договору, заключенному между ресурсоснабжающей организацией и Мособл ЕРЦ. И в этом приложении были поименованы все, соответственно, лицевые счета и суммы до начисления конкретно по каждому месяцу. То есть, все достаточно предполагалось, что есть какой-то расчет, который предшествовал, вот, то есть, должна была быть проведена работа некой ресурсоснабжающей организации. По факту мы запросили сведения и у агента, и у ресурсоснабжающей организации, и у ООЩКС, которая ранее была поставщиком до теплоцентрали тепла. И, соответственно, не получили мы документов, свидетельствующих о том, что был какой-то расчет произведен. То есть, проще говоря, для населения получилось так, что поставили в такие рамки, что человек должен сам прийти и подтвердить, что он платил за отопление в ноябре-декабре 2015 года. Вряд ли у кого-то на микританции три года хранятся. Есть такая обязанность, предусмотренная налоговым законодательством, хранить эти документы, но, тем не менее, действительно это так. И второй момент, все-таки первичным должен был быть расчет вот этих долгов. Его не оказалось, по крайней мере, по результатам проверки нам говорилось о том, что он делался как-то устно, в программе, без составления каких-то документов. Подтверждений мы не нашли. При этом, по одному из представлений, внесенных в адрес Мособул Ерци, я сам лично участвовал в рассмотрении, задавал вопросы, на которые не получал ответа. В общем-то, в любом случае, мы дождались ответа на бумажном носителе, письменного. Вот Мособул Ерци, да? Да. Соответственно, в ноябре мы внесли представление в Мособул Ерци. Чуть позже, также в ноябре, внесли представление в Теплоцентраль и в ЩКС в январе уже. Все три ответа были неудовлетворительные. В общем-то, где-то даже расплывчатые, где-то, вот, ответ, например, ЩКС не содержал вообще сведений о том, как делался расчет вот этих вот конкретных сумм. И фактически, вот эти вот юридические лица писали в прокуратуру о том, что целью заключения вот дополнительного соглашения, вот всего вот этого вот доначисления, это получение платы за оказанную услугу отопления. Три года назад, которая произошла, так скажем. Да, которую, деньги за которую якобы не дошли до поставщика. Но в любом случае, здесь очень сложный вопрос, кто должен был перечислять эти денежные средства, управляющие компании, либо жители напрямую. Соответственно, по каждому многоквартирному дому различные ситуации. Вот в ходе проверки мы все-таки отталкивались от того, что прежде чем вообще говорить о том, что это законно, нужно понять, откуда все это вышло. Так как этих документов нет, мы, соответственно, приняли решение и в феврале обратились в суд с исковым заявлением в интересах неопределенного круга лиц о признании действий у Теплоцентрали по доначислению этой платы незаконными и об обязании произвести зачет этих сумм в счет будущих платежей. То есть те, кто уже заплатил, да? Пошел, как говорится, на встречу или на поводу, уж не знаю, какое здесь уместное сравнение, да? Вся эта информация по каждому лицевому счету есть в Мособу и ЕРЦ. Я думаю, что там есть налаженное взаимодействие и с поставщиком тепла. При необходимости они получают отчеты агента по договору. Там все предельно ясно и понятно. Поэтому житель конкретный может и не заметить практически этих, если мы выиграем все-таки этот судебный иск, в суде будет соответствующее решение исполнено, то житель может и не заметить, но тем не менее эти суммы мы уберем, поскольку все-таки они значительные и безосновательные, на наш взгляд. Обоснованный иск в интересах неопределенного круга лиц именно тем, что у нас обязанность по оплате жилищно-коммунальных услуг лежит не только на собственнике или на том человеке, на которого открыт лицевой счет, а также на гражданах, которые вселены собственником, либо проживали в определенный период, например. Поэтому, поскольку мы по 11 тысячам квартир с лишним не установим, кто в тот период проживал, то, на мой взгляд, очевидно, что в данном случае прокурор вправе обратиться именно в интересах неопределенного круга лиц с такими требованиями в суд общей юрисдикции. Нужно сказать, что поскольку объем обращений по этому вопросу был колоссальный, некоторые обращения мы рассмотрели сами, безусловно, большое количество дали разъяснения заявителям, осветили свою работу, результаты проверок. Некоторые обращения мы направляли в главное направление госжилинспекции. Ее позиция, собственно, такая же. Госжилинспекция выдала предписание по отдельно взятым многоквартирным домам, то есть не по конкретным квартирам, а в целом по многоквартирному дому с определенными сроками исполнения об обязании произвести перерасчет жителям в обратную сторону. Тем не менее, мы проводили совещание. Большое спасибо, кстати, Алексею Васильевичу. Он, в общем-то, написал на его имя письмо. Он нашел время, собрал всех участников этого спора, скажем так, даже пригласил жителей с квитанциями. Есть у нас очень аккуратные жители, которые хранят все квитанции. И действительно, житель в недоумении, как это так, у него все на руках, он все оплатил, но при этом получил долги. На этом совещании представитель теплоцентрали заверил, что все, в общем-то, предписания Госжилинспекции будут обжалованы, оспорены в арбитражном суде. Поскольку по некоторым еще срок, когда должна быть исполненная обязанность, не наступил, мы пока не наблюдаем, может быть, уже какие-то заявления поданы в арбитражный суд, но это будет отдельно рассматриваться арбитражным судом, это в сфере экономической деятельности. Вопрос, скажем так, о размере не стоит. Мы же не специалисты, мы можем привлечь специалистов, которые исследуют, как они посчитали. Вопрос в том, что вообще нет никаких документов, подтверждающих. То есть это все взято с потолка, получается? Грубо говоря, это взято. А почему именно эти сроки они вписали? Ноябрь-декабрь 2015 года. Ну, есть отдельные пояснения, которые, я думаю, что официальные позиции считать нельзя, на мой взгляд. Есть отдельные, скажем так, оправдательные пояснения в плане того, что был переходный период. Мособул ЕРЦ начинал свою деятельность с декабря 15 января 2016 года. Сбой в компьютерной программе произошел. Это лицевые счета предыдущими расчетно-кассовыми центрами были переданы некорректно. И в этой связи получилось так, что вроде бы в программе Мособулерти значилось, что житель оплатил, а по факту поставщик тепла не получил. При этом нам стало известно в ходе проверки о том, что в репетражном суде было рассмотрено дело по иску ЧКС к Мособулерти о взыскании еще большей суммы неполученных денежных средств за услугу отопления. Но первую инстанцию они проиграли, вторая инстанция отказались от иска. ЧКС проиграл? Да. А вторая инстанция отказалась от иска для того, чтобы и никакого мирового соглашения тоже не было, и нет точки в этом споре. После этого появилось дополнительное соглашение к договору и до начисления жителями. То есть, наверное, это была некая форма урегулирования вот этого спора. Ну, с меньшей суммой в четыре раза. Александр Сергеевич, у нас есть первый звонок от наших жителей. Давайте послушаем, ответим. Потому что это как раз по этой самой теме. Добрый вечер. Мы в эфире. Слушаем вас. У меня вопрос такой. Нужно ли каждому человеку писать конкретно о перерасчете заявлений? Или же это будет сделано централизованно? Да, я с удовольствием отвечу на этот вопрос. Вот как раз такую форму защиты прав граждан мы избрали. Вот единым иском мы обратились по всем лицевым счетам. Единым иском. Поэтому, если мы добьемся положительного результата в суде, и это решение будет исполняться поставщиком тепла и кассовым центром МОСОБУ ЕРЦ разово для всех. И заявлений никаких не потребуется. Другой вопрос. Я позволю себе немножко шире осветить. В настоящее время, получается так, чтобы не накапливать пени, жители все-таки вынуждены были оплатить этот долг. И поскольку иное еще не установлено судебным решением, к сожалению, их нужно оплачивать. Мало того, на совещании в декабре в администрации района выяснилось, что согласно алгоритму, действующему в МОСОБУ ЕРЦ, если они получали сумму текущих платежей от жителей, они сначала из этой суммы вычитали долг прошлых лет, а оставшуюся сумму пропорционально оказанным услугам засчитывали в счет текущих платежей. И на совещании они нам сказали о том, что жители не против, мы из 40 миллионов уже 20 с лишним на счета получили, поэтому все хорошо. Но когда выяснилось, что такой алгоритм, понятно, что житель приходит, вычеркивает долги прошлых лет, например, и говорит о том, что я оплачу текущие, ему говорят, да-да-да, конечно, конечно. А потом на деле получается, что программа работает по-другому. По итогам совещания в декабре в МОСОБУ ЕРЦ было рекомендовано изменить алгоритм, они, в принципе, выразили согласие. Но опять же на словах, и проследить за этим очень сложно, это технические моменты, как у них там программа работает. Ну то есть, вот если, как говорится, с квитанцией в руках, я вычеркнул вот эту недоимку прошлых лет, оплатил текущую, а получается, что им начисляется вот эти вот, как вы сказали, да, 20 миллионов, то есть половина вроде как за прошлый год. А получается, что у меня недоимка по текущим платежам. Да, а прошлые погашены. И потом мне будут опять же это добавлять. Да, потому что вы же понимаете, что общий срок исковой давности составляет 3 года. И если Теплоцентраль чисто гипотетически захочет взыскать в суде эти денежные средства, по истечении трех лет в суд они не смогут обратиться. Вот они в последний вагон запрыгнули как раз, потому что срок давности истекает как раз через 3 года. И до начислить эти долги. Ну, а вот дальнейшее развитие событий гипотетически, да, представим, что суд выиграли. Получаем судебное решение. Получается, вот контроль за исполнением все-таки опять. Безусловно, мы его обеспечим. Те же 11 тысяч, получается, лицевых счетов. Безусловно, мы его обеспечим, этот контроль. И я еще раз говорю, это будет все просто в зачет будущего периода платежа. Это делается простейшим образом. Ничего сложного в этом нет. И работники, которые занимаются начислением, они прекрасно знают, как это делается. Поэтому здесь просто нужна воля. И либо судебное решение. Ну, а ответчиком, естественно, выступает Теплоцентраль. Теплоцентраль. Или все вместе, да? И Мособл ЕРЦ. Мы привлекли всех, но требования адресованы поставщику тепла, поскольку мы же с вами понимаем, что сегодня есть агентский договор по начислению платежей с Мособл ЕРЦ. Завтра его не будет. А поставщик пока никуда не денется. Поэтому, собственно, его и мы обязываем произвести перерасчет. Либо дать поручение по агентскому договору. Вот он принципал, он дает поручение агенту, агент сделает. А если можно, такой вопрос. Вот в начале нашего разговора вы назвали цифры, что было рассмотрено в этой сфере. 682, если не ошибаюсь, да, обращения граждан. Из них удовлетворено 65. То есть 10 с лишним раз меньше. Это вот с чем связано? Неправомочные обращения были? Или просто еще вы, как говорится, не успели довести дело до конца? Да, сейчас я поясню, конечно. Скажем, для начала я скажу, что общее количество обращений в сфере ЖКХ, оно больше, чем эта цифра. То есть части обращений были перенаправлены. И мало того, это же статистические данные, соответственно, ряд обращений, по ряду обращений мы разъясняем порядок, как гражданину нужно повести себя в той или иной ситуации. Соответственно, куда ему нужно обратиться напрямую для решения того или иного вопроса. Соответственно, поэтому количество обращений удовлетворенных, оно достаточно маленькое. И действительно, в некоторых случаях мы пишем гражданам уже о том, что ранее была проведена проверка. Вот даже взять эту ситуацию. К нам поступило обращение, мы по нему провели проверку, его удовлетворили. Дальше нам житель обращается, мы ему уже разъясняем о том, что мы провели проверку. Приняты меры. Поэтому это ответ разъяснительного характера и, соответственно, по отчету разъяснения. Ну и вот еще один вопрос, если можно, коротко, о чем говорили в нашем репортаже. Работа общественной приемной в прокуратуре, это, как я понял, что-то новое, какая-то форма общения с гражданами. Вроде прокуратура и раньше была, не закрыта для обращения. Ничего нового. Единственное, что я скажу, каждый день, в том числе выходной день, у нас организованы выходные дежурства. То есть есть дежурный помощник прокурора, который принимает обращение. Есть у нас только перерыв на обед. Соответственно, есть график приема, который висит в определенном месте при входе. Можно с ним ознакомиться. Есть ящик для обращения, если гражданин, например, даже анонимное обращение хочет подать. Может, его в ящик незаметно бросить. Ящик проверяется дважды, по-моему, в день у нас, если не чаще. Согласно этому графику, мы стараемся обеспечить прием, при этом в том числе и руководство. И нужно сказать, что по итогам, например, 2018 года у нас руководством, то есть это заместители и прокуроры непосредственно, от общего числа обращений порядка 30% принято. Из поступивших на личном приеме принято. То есть практически одна треть обращений принято руководством. Люди идут к руководителю, идут к заместителям руководителя, видят, наверное, результат, видят, как им разъясняется законодательство, получают ответ на свои вопросы. В некоторых случаях мы регистрируем устные обращения, различные ситуации бывают. Но мы работаем в таком онлайн-режиме, я думаю, что уже традиционно давным-давно. Отдельной общественной приемной по ЖКХ у нас, конечно же, нет. Ну, может быть, неточность какая-то. Но, тем не менее, по всем вопросам и по ЖКХ в том числе стараемся дать исчерпящие ответы сразу. Ну, либо если гражданин в ППХ уже написал готовое обращение и говорит, мне только вот сдать, вы примите, напишите мне письменный ответ. Мы принимаем, конечно. Спасибо, Александр Сергеевич. Напоминаю, что в гостях у программы «Диалог» сегодня заместитель Щелковского городского прокурора Александр Семин. Мы говорим о соблюдении прав граждан в сфере ЖКХ. После небольшого перерыва будем говорить о соблюдении прав предпринимателей в экономической сфере и о соблюдении прав граждан при взаимоотношениях с работодателем. Не переключайтесь, мы вернемся к вам после небольшого перерыва. Продолжаем программу «Диалог». Напоминаю, что в гостях у меня сегодня заместитель Щелковского городского прокурора Александр Семин. Еще раз здравствуйте, Александр Сергеевич. Напоминаю, телефоны прямого эфира 567-1440 и 567-1450 звоните и задавайте свои вопросы. Ну а мы продолжим наш разговор. Перейдем к другой теме, которую я обозначил в начале программы. Это защита прав предпринимателей в экономической сфере. Ну понятно, что категория может быть не такая многочисленная, как плательщики за жилищно-коммунальные услуги, но тем не менее именно в этой сфере наверное наиболее уязвимая. Мы же говорим, что надо и развивать и поддерживать малое и среднее предпринимательство. Но тем не менее даже по опыту так скажем знакомых моих очень часто приходится сталкиваться с какими-то нарушениями в этой сфере. Вот если можно, расскажите, что делает прокуратура, чтобы защитить права этой категории. Спасибо. Надзор в данной сфере регламентирован приказом Генерального прокурора Российской Федерации 31 марта 2008 года номер 53 об организации прокурорского надзора за соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности. В данный приказ в декабре 2017 года внесены дополнения в части обеспечения соблюдения прав инвесторов. Кроме этого, существует ряд организационно-распорядительных документов и Генеральной прокуратуры, и прокуратуры Московской области по данной тематике. В сфере исполнения законодательства о контрактной системе в городской прокуратуре в 2018 году выявлено 64 нарушения, 5 незаконных правовых актов, на которые принесены протесты, рассмотрены и удовлетворены. Внесено 27 представлений об устранении нарушений законодательства к дисциплинарной ответственности и административной по инициативе Щелковской городской прокуратуры привлечено 25 лиц. 13 должностным лицам объявлено предостережение о недопустимости нарушения законов. Практически все нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работы, услуг для государственных и муниципальных нужд, в том числе связаны с нарушениями прав предпринимателей. Я могу привести несколько примеров. Уже в 2019 году была у нас проверка соблюдения законодательства вышеназванного при заключении местной администрации и муниципального предприятия контракта на проведение аварийно-восстановительных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Муниципальный контракт был заключен в ноябре 2018 года по правилам, предусмотренным федеральным законом номер 44 ФЗ от 5 апреля 2013 года, предусматривающим заключение контракта с единственным поставщиком, то есть без аукцион или конкурса. Можно так сказать, во вне конкурентной сфере. Но в исключительных случаях, насколько я знаю, все-таки допускается. Это допускается, тем не менее, как показала проверка, это допускается, если в данном случае администрация упирала на то, что это связано с аварийной ситуацией, необходимо здесь и сейчас заключать контракт, быстрее и быстрее проводить эти работы. На деле оказалось, что аварийная ситуация длится с января 2018 года, трижды проводились, собиралась комиссия по чрезвычайным ситуациям и отмечала, что необходимо срочно проводить работу, но при этом контракт был заключен только после того, как довели денежные средства из регионального бюджета. Это случилось в конце года. В общем-то, на наш взгляд, возможность назначить провести конкурс была, но, тем не менее, заключились единственным поставщиком без конкурса. Таким образом, нарушение прав предпринимателей заключается конкретно в том, что есть определенные категории организаций, которые могли бы выполнить такие же работы, но возможности поучаствовать в отборе у них просто не было. Поэтому, конечно же, нарушение законодательства о защите конкуренции. Александр Сергеевич, извините, перебью, у нас есть звонок, давайте, приоритет нашим зрителям. Да. Слушаем вас, добрый вечер, говорите. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Перегуда Евгения Ивановна. Я беспокою вас в Краснознаминской 17, 2041 квартира. В свое время мы уже приходили к вам и по горячей воде, и по теплоснабжению. Сейчас выявляются очень, ну, мошенники, сказать это очень грубо, дела с нашей управляющей компанией округ 17. За январь месяц пришло за отопление около 6 тысяч заплатить. Это непомерная сумма. Я инвалид, с пенсии у меня 7900. Короче говоря, что-то они делают. Чтобы рассчитать отопление, нужно количество геккакалорий разделить на общую домовую площадь. Они делят на жилую. И в результате получается непомерное количество геккакалорий, которые мы должны оплатить. Ну, соответственно, тариф завышенный откуда-то берут. Хотя тариф с февраля 2010 года не повышался. Горячую воду и теплоснабжение рассчитывают. Значит, было повешено объявление, чтобы сдать все показатели до 12 декабря. Все так и сделали. Что же так идет? Тариф поднялся с 1 января 2019 года, а рассчитали декабрь и по горячей воде, и по теплоснабжению, по тарифам, которые вот новые, то есть по завышенным. И людям пришли огромные счета, которые должны мы заплатить по теплоснабжению. Собиралось собрание с представителем, ну, кто он, генеральный директор округа 17, он ничего внятного нам не ответил, все правильно, там 20 дней, 41 день, и это все неверно. Площадь общая, которая указана в расчетах, тоже дана неверно. Она увеличена на 100 квадратных метров, и в результате люди получили счета, как вот по своей квартире, хочу сказать, квитанцию оплачивала за декабрь где-то в расчете 7 тысяч, за январь мне пришло 12 тысяч. Это непомерно, и вот, вы знаете, вот я сижу сейчас, меня трясет. А скажите, ответ, прошу прощения, скажите, ответ из госжелинспекции вы получили по этому вопросу? Нет. Но хотя мы ваше обращение перенаправляли туда для проведения проверки. Никакого ответа ни из этой самой жилищной инспекции, ни из жилсервиса А не было. Больше того, когда вот буквально неделю назад на жилсервисе А пришло такое странное уведомление по почте, что я осталась должна 3,5 тысячи, хотя у меня есть квитанции, все оплачены до копеечки, что еще жилсервис А мне остался 700 рублей должен. Я могу это подтвердить всего квитанциями. Я понял, разрешите, я понял, примерно вопрос, я попробую ответить емко и кратко. Что делать, да, теперь. Значит, насколько я понимаю, там был переходный период по этому дому жилсервис А округ 17, соответственно у нас в соответствии с жилищным законодательством, которое действует в настоящее время правомочной легитимной компанией управляющей является та, которая находится в реестре лицензий дом включен, да, и соответственно ГЖИ включила этот дом в реестр лицензий. И с момента, когда управляющая компания официально признана ее право, она должна заключить договоры с ресурсоснабжающими организациями и начинает обслуживать жилищный фонд. Предыдущая уже не имеет права не выставлять платежных поручений никаких жителям платежных документов, не соответственно собирать денежные средства и в определенный законодательственный срок должна передать все ключи коммуникациям доступа и так далее новой приступившей компании. Есть у нас определенные сложности связанные с обжалованием действий госжиллоинспекции, протоколов общих собраний о переизбрании компаний и так далее. Это порождает к сожалению вот такие переходные моменты, когда простой обыватель, житель зачастую не понимает кому платить и по какой компании верить. Тем более, что обе пишут о том, что здесь задолженность, погасить ее срочно, а то мы вам сейчас ограничим электричество или еще что-то. На данный счет мы даем официальное разъяснение госжиллоинспекции по этому вопросу. жители могут использовать даже сеть интернет получить информацию о том, с какого момента когда какая управляющая компания включена в реестр и четко понимать, когда она легитимна. Что касается таких непомерных размеров платы за горячую воду и отопление, безусловно, компетентным органом здесь являются специалисты территориального отдела номер 23 Главного управления госжиллоинспекции по Московской области. Я думаю, что если заявитель, вот вы не получили ответ из госжиллоинспекции и туда было обращение, давайте тогда посмотрим, запросим, как они там провели. Вы знаете, я принимаю по четвергам каждую неделю, поэтому мы можем с вами встретиться лучше в первую половину дня. И я тогда уже инициирую разбирательство по этому вопросу, поднимем документы. Если они не проводили соответствующую проверку по этому Дому за этот период, инициируем ее, получим четкие разъяснения. Если же будет установлено, что они неправильно посчитали площадь, не ту взяли, применили неправильный тариф, соответственно, будет выдано предписание госжиллоинспекции с конкретным сроком для проведения перерасчета по вашему обращению, и в счет будущих платежей они будут уменьшены. И, соответственно, штрафные санкции там тоже предусмотрены за это все. Это серьезные нарушения достаточно. Я думаю, что мы сможем разобраться с этим вопросом, необходимо определенное время, чтобы запросить документы, исследовать их, и дадим вам обстоятельный ответ. Спасибо за вопрос. Если можно, чтобы закончить эту тему, Александр Сергеевич, прозвучал адрес, Краснодарский 17, в общем-то, совсем новый дом, сколько, два года, по-моему, всего ему, и уже свинились управляющие компании, вот даже за такой короткий срок? Ну, я услышал, я, к сожалению, не вот так на память, знаете, у нас очень много действительно квартирных домов, и происходят процессы сейчас, насколько я знаю, в общем-то, политика такая, чтобы как можно меньше было управляющих компаний, и управляющие компании работают крупные на авторитет, укрепление своего авторитета, поэтому все-таки это приведет к порядку в дальнейшем. Я все-таки надеюсь на это, потому что за каждым домом в онлайн-режиме уследить невозможно. Поступают сигналы, мы по ним работаем, но тем не менее, пока смены происходят, и я думаю, что с учетом действующего законодательства, если оно не изменится каким-то образом, вот так и будут происходить эти процессы. Давайте вернемся к нашим предпринимателям, да, вот было выявлено, как вы сказали, нарушения в сфере закупок из компаний. Да, то есть, понимаете, можно заключать без конкурса договор, если это обстоятельства непреодолимой силы. В силу закона обстоятельства непреодолимой силы это цунами, наводнение, землетрясение и так далее, такие вещи, которые происходят. Здесь авария конкретно была, нужны были срочные вложения, как только денежные средства поступили, нужно было, конечно же, в администрации была возможность подготовить загодя конкурсную документацию, ждать только поступления средств, объявлять аукцион, заключать договор. Поэтому две-три недели и можно было изыскать возможность нормального исполнителя работ и заключить контракт и исполнить его. Этого не было сделано, мы, собственно, отметили это все, должностное лицо, которое подписало контракт, было подвергнуто административному штрафу. Такие дела рассматривает Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы, это их компетенция, но, тем не менее, как мы знаем, прокурор может инициировать возбуждение практически любого дела административного правонарушения в силу действующего законодательства. Поэтому мы в эту сферу, в общем-то, обоснованно вмешались. Но в любом случае нужно решение суда? Нет. Заскание штрафа, допустим. Управление Федеральной антимонопольной службы выносит постановление штраф в данном случае по конкретно той статье, по которой мы привлекали. Также в 2018 году по обращению субъекта предпринимательской деятельности по факту отказа в допуске к участию в электронном аукционе на выполнение работы в поселке Монино в городском поселении проведена была проверка и мы обнаружили, что аукционная комиссия при рассмотрении заявок необоснованно в общем-то не допустила к участию в аукционе организацию, заявка которой по факту соответствовала требованиям аукционной документации. То есть аукционная документация нужна для того, чтобы информировать всех желающих через единую информационную систему, через на сайте на официальном сайте закупки gov.ru любой желающий, организация, которая соответствует критериям, может заявиться. В данном случае организация действительно соответствовала, подала заявку, но данная заявка не была даже принята к рассмотрению, не говоря о том, уже чтобы где-то там в конкурентной борьбе выиграть и получить право на заключение муниципального контракта. В данном случае каждый из членов аукционной комиссии понес административную ответственность по части 2.7.30 КОАП. Также было внесено представление в адрес полномочного учреждения по организации закупок и, соответственно, штрафы назначены, представление удовлетворено. Такие нарушения тоже свидетельствуют именно об ограничении права конкретного субъекта предпринимательской деятельности, который обратился и в управление ФАС и к нам. Интересно, практическая сторона вопроса. Понятно, что рассмотрение дела было инициировано по жалобе данной компании, которую не допустили к участию. Ну, а вот следы, если это электронный аукцион должен был быть, и вы говорите, что им даже не было отказано, а просто какие следы остаются? Как они могли документально подтвердить то, что им отказано? Все протоколы рассмотрения заявок, они в определенный в законе срок размещаются в единой информационной системе. То есть, фактически, иной раз нам даже не нужно обращение. И управление Федеральной антимонопольной службы, в общем-то, также работает. Они мониторят единую информационную систему, они, в общем-то, большим опытом обладают в этой сфере, и они, учитывая, видя конкретные нарушения сроков размещения информации, в документации, проводят ее анализ и делают вывод. Мы достаточно тесно сотрудничаем с управлением ФАС по Московской области, и, в общем-то, у нас наработана значительная, положительная практика по пресечению таких правонарушений. Привлекаем к административной ответственности, это является неким таким мерами, в том числе и воспитательного характера, потому что закупать-то периодически надо. Если лицо один раз обожглось на этом, то, соответственно, оно сделало выводы, уплатило штрафы, штрафы 30 тысяч, 50 тысяч рублей, значительные штрафы, поэтому не хочется, наверное, на одни и те же грабли наступить. Ну и контракт заключается обычно на год, да? Да, иной раз с поставщиками, так скажем, товаров, услуг, но не важно. До исполнения работы, например. Вот, кстати, вот я скажу, например, в 2018 году, да, мы внесли 37 представлений, вот, нет, сейчас, давайте я перейду к следующей теме, да, вот, примеры я привел парочку, вот, по закупкам, еще очень важное у нас направление, которое я хотел сегодня сказать, это исполнение контрактов со стороны госмуниципальных заказчиков, то есть их оплата своевременная. Если предприниматель добросовестный, он заключил контракт, выполнил работы, оказал услуги, поставил товар, в договоре написано, с момента, в течение, например, пяти рабочих дней, с момента подписания акта выполненных работ, необходимо перечислить денежные средства заказчику на счет исполнителя или поставщика, да, соответственно, иной раз этого не происходит. По тем или иным причинам, причины могут быть разные, мы работаем как раз над их анализом, выявлением, почему так не происходит, где-то бюджетные процессы, где-то затягиваются в связи с некачественным оформлением документации, но тем не менее, предприниматели, раньше они не жаловались, потому что они, в общем-то, опасались того, что на следующий год у них не получится по сотрудничеству с администрацией, да, кто-то на них там обозлится, и что они там кляузничают, и не заключат с ними контракты, ну что уж, греха таить. Причина была и в этом. В 2017 году ввели административную ответственность для заказчика в случае нарушения срока и при наличии задолженности по выполненным контрактам. были проведены ряд совещаний высокопоставленными руководителями, нашими в том числе, и отмечены, что в данной сфере дела плохи в целом, что предприниматели иной раз ждут своей копеечки годами, и зачастую, дожидаясь ее, она уже... Хотя в контракте прописано, что в течение пяти дней, да, после подписания. И никаких там пень, ну, через суд они взыскивают, конечно, если они взыскивают через суд еще и штрафы, и пени, все это ложится дополнительной нагрузкой на бюджет. Ведь есть определенная цена контракта, а есть еще и пени. А эти пени могли бы пойти, например, на какие-то полезные дела, дорогу где-то подремонтировать могли бы, либо заменить что-то в школе, стены покрасить и так далее. Перераспределить освободившиеся суммы бюджета. Поэтому... Александр Сергеевич, я вот вынужден вас прервать. Очень быстро время пролетело, у нас буквально минута осталась. Вы хотите поставить какую-то вот точку в взаимоотношениях предпринимателей с, так скажем, с властями? Да, мы объективно будем разбираться и дальше, почему это происходит. Будем больше внимания уделять распорядителям бюджетных средств и у нас есть работники, которые бухгалтерское обслуживание осуществляют. Есть такие подозрения, что там очень долго лежат документы почему-то. То есть у кого-то на столе они лежат, а из-за этого денежка идет долго. Спасибо. Будем надеяться, что вы поможете встать на ноги, вернее, даже так не встать, а удержаться на ногах тем предпринимателям, которые уже осуществляют свою деятельность. Мы с вами не успели рассмотреть третью тему заявленную, это защита прав граждан при взаимоотношениях с работодателями. Я надеюсь, что хочу напомнить нашим зрителям, тем, кто не знает, мы совместно с Щелковской городской прокуратурой реализуем сейчас новый телевизионный проект под названием «Право знать», где в доступной форме прокурорские работники объясняют, какие права граждан и как они могут защитить. Программа выходит по понедельникам, четвергам и субботам в 19 часов 45 минут на нашем канале. Еще раз спасибо, Александр Сергеевич, за ответы на вопросы. Спасибо, что нашли время прийти в студию. Это была программа «Диалог». Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо!